Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, и сейчас мы с вами посмотрим, приступим к просмотру, что там новенького у вашего милого. Вся информация, конечно, общий характер носит, развлекательный больше, но обязательно кто-то из вас получит инсайт и информацию, которая вам не просто пригодится, а, возможно, сослужит вам такую добрую службу, что будете приглашать на свадьбу. Ну, в общем-то, очень бы мне было это радостно знать, и я была бы за вас очень рада, тем более, посмотрите, здесь аркан Мир, 21-й аркан, старший аркан, один из сильнейших, когда всё возможно, всё хорошее возможно, всё замечательное, и так уже много хорошего, но должно быть ещё лучше. И по всем вопросам это и любовь, и деньги, и защищённость бытовая, социальная, и уверенность в себе, в своих близких, в своих отношениях. Это уже такие большие достижения, знаете, когда, в принципе, можно возрадоваться, да, можно порадоваться и сказать, ну и здорово, и классно. Но ведь есть подводные течения, да, давайте посмотрим, что там и как. Кстати, если вы хотите обратиться на экстрасенсорный сеанс, я смотрю по фото, в каналах ясновидений, яснознания, читайте информацию под видео Таро, это мой магический инструмент, конечно же, я считываю информацию Таро, но больше у меня идёт экстрасенсорика. Дорогие, также я практик, и наркочистки, и энергопрактики, и по стариночке работаем, и всё хорошо, всё замечательно, да. Обращайтесь, читайте информацию под видео, подписывайтесь на все мои каналы, ну и чем могу, помогу. Посмотрите, что сейчас происходит. Мы видим некую картину, когда человек загнан в угол. Перегруз какой-то идёт, прям какая-то полоса сложная. Он, возможно, сам себя загоняет, загоняет работой, печальными мыслями негативными. Ситуация для него сложная, и он в зависшем положении. Но вместо того, чтобы идти какие-то выходы, искать, да, пути выхода, посмотрите, кто-то 20-й аркан, когда есть шансы вторые, а он как бы не видит. То есть сейчас у него состояние заторможенности, и нет сил воспроизвести какой-то нелогичный, иррациональный эквилибр для того, чтобы необычным путём выйти из состояния забвения, знаете, прям идёт какой-то не очень хороший негатив. У него всё возможно, и всё возможно хорошо. У него есть 5 и 4 старших аркана, 2 из которых перевёрнуты, и девятка мечевая, которая хоть и младший аркан, но это очень сложный, очень тяжёлый аркан, говорящий о том, что здесь нужна чистка, здесь нужна практика, здесь нужна помощь человеку. Хорошо, если бы он сам это осознавал. И тут нужна дисциплина и взять себя в руки, потому что тут маг, здесь человек может очень многое, ну какие-то палки в колёса. Или, вы знаете, бывает, как человек сам себя сглазил, самосглаз, перенапрягся, возможно, не рассчитал свои силы. Поэтому у него сейчас и со здоровьем могут быть проблемы и с финансами, и из-за этого же сниженный энергоресурс. Посмотрите, здесь нет, раньше, возможно, ему было присуще, что он знает меру, знает норму, знает, кому помочь, что сказать. А сейчас как-то нет, не видит берегов, что ли, как-то так. Так, его отношение к вам сразу. Дорогие, девятка кубков выходит у нас сейчас настолько часто, что ощущение, что тут один-одинственный мужчина, который всё время к нам заглядывает. И посмотрите, ещё тройка кубков перевёрнутое счастье любят тишину. Очень плохое влияние оказывают леди компании. Там, где много дам, он ведёт себя крайне нелицеприятно. Вплоть до того, что он понимает, что надо уже заканчивать. Здесь какие-то его переборы в поведении и в развлечениях показывают. Меньше нужно говорить, больше дел делать. Но он не понимает, он как бы не хочет заканчивать с этим совсем, с каким-то негативом, со своим, с каким-то кто-то даже с разгульным образом жизни. У него стоит отшельник в перевёрнутом ракурсе. Это о чём говорит? Это говорит о том, что человек сбился с пути. Он сбился с своей дороги, сбился с пути и не выполняет своё предназначение, реализацию свою, предназначение своего. Что там у тебя ещё? Почему и как? В попытках заработать, в попытках стабильности. Здесь даже, знаете, здесь он идёт по чьим-то головам. И по нему также прыгают отсюда. Видите? Напряг. Там очень много негатива. Конкуренция большая. И жрица перевёрнута. То есть тут даже, понимаете, здесь какие-то тайные связи. Не очень добропорядочные. Ну, мы не полиция нравов, тем не менее. Что-то здесь скрывается за семью печатями. За семью замками. Закрыто. Здесь какое-то летворное общество. Ну, вот смотрите, отсюда идёт и закрытие каких-то перспектив, и перекрытие дорог. Крылья тут ему подрезают. Где-то он там зашлындался в тайных связях каких-то. И здесь у него, понимаете, у него какой-то упадок сил. Мало того, что ещё и уныние. И он потворствует этому унынию. Здесь человек себя сам разоряет, свою энергетику. Общение не с теми. С цели сбился, хотя у него очень серьёзные планы были и есть вообще. И к реализации очень серьёзная подготовка нужна. И силы нужны серьёзнейшие. Он всё может, он всего добьётся. Что поставил? Реально реализуемое, но только здесь нужны усилия. И трезвый мозг, критичный, логический, а у него пока в голове каша. Желание получить много денег, заработать. У кого-то даже, может быть, это будет не только заработать, но ещё и получить какую-то, что-то прийти. Возможно, были вложения какие-то ещё ранее вложены, даже сделаны какие-то вложения. И через какие-то лета, времена здесь идёт ответ, накопительный какой-то ответ. Что-то какая-то ему помощь и какой-то плюсик хороший в материальной сфере. А что касается любви и отношений, тут прям кавардак абсолютный. Девочки, поздравляю, вас опять вышел мечевой. Сколько раз он у нас уже выходит и перевёрнутый на разных колодах. По-разному спрашиваем. Опять человек, который очень авторитарен, он должен быть критичен, но он сейчас может просто пахтеть. И всё против него же и в конечном итоге направляется. Как бы сам против себя, сам с усами. Дерзкий, резкий, холодный, непонятный. Хотя может очень многое. Голова как будто бы сейчас у него не трезва. Хотя он может и трезвым быть, но... Какое-то состояние очень странное у него. Давайте посмотрим, что сейчас между вами. Сразу, дорогие, коловорот. Двадцать первый аркан, который у нас выходил, перевёрнутый. То есть здесь, когда уже добиться многого, достичь и соединить сердца и души, и ходить за ручки, да, узами. Священными узами. В горе и в радости вместе. И здесь получается, здесь идёт какой-то перевёртыш. Что с вами? Ну, у вас вообще, а здесь получается, знаете, вот здесь истинная любовь. Скорее всего, и по дурости, по какой-то. Развод, расход, разбег. Или потому что у человека там сейчас, чёрт, чёрте что. И вот и вот девятка мечевая. Даже десятка, девочки. Десятка, девятка, десятка идут, в принципе, рядом об руку. Вот оно. И сам ням, и другим не дам. И окончание, вроде бы, уже чувствуется от него такой холод, да? Что ты хочешь? Прекратить своё плохое поведение? Или ты хочешь, девушке, женщине, которая спрашивает о тебе, сказать реведерчи, но всё равно я не прощаюсь? Нервы мотает. Семёрка монет. Здесь нет вожидательной позиции. Здесь что-то нужно делать сразу и быстро. Дорогие, здесь даже вам показывают, что пора бы уйти искать счастье. У вас здесь король чаш капризный и, возможно, синька чмо. Он в перевёрнутом положении. Вы его таким видите и вы знаете. И он очень любвеобелен. У кого-то есть такие домашние котики, а на самом деле, знаете, сколько двойка жезлов? Нету радости и счастья. Хочется романтики, хочется новизны в отношениях или вообще новых отношений. А у него же десятка жезлов. Идёт и спотыкается сам. Неустойчивый, не выносит он всего и сразу. Ангел-хранитель даже. Он не верит, не слышит ангела-хранителю своему. С высшими силами. Ну, то есть, честно, нужно всё перевёрнуто. Идёт посмотреть, рыцарь жезлов перевёрнутый. Похоже, что он даже вообще пропал, потерял какой-то интерес. И интерес был очень сильно и физически, и страстный, да, в том числе. И сейчас почему-то с ним всё не то, всё не так. Вот, узнаете, здесь треугольник или карта трёхпечали случайным образом. Вообще, как дело случая какого-то произошло. Юпитер. Здесь подвох. Если человек семейный, прям сильный подвох, влезь в семью. Или, дорогие, это женатый человек, который изменяет не только своей жене, но и вам, если вы любовница Просифона, да. Здесь неуважение к жене. И вообще, он не ценит женщин, не уважает женщин. Вообще не уважает. Здесь видимость и показуха. Но он может даже претензий, что для вас или для кого-либо, да, предъявлять, что ты недостойна, ты не соответствуешь, посмотри на себя, ты изменилась, да. И т.д. и т.п. и прочее. Пятое-десятое, короче говоря, он все его не устраивает, всех он критикует. И довольно-таки сильно. И причем еще считает женщин своей собственностью. Тех, с которыми он якобы строит отношения. Или сожительствует. Ну, или если есть жена. Все это собственность. Хотя сам палец о палец не ударит. И не особо-то он щедр, и не видимо никаких здесь особых подарков. А что ты хочешь от той девушки, женщины, которая тебя справит? Десятку монет он хочет стабильной, чтобы вы ему готовили, ухаживали, чистили, мыли, поили, кормили. И еще и деньги зарабатывали скорее так. Может быть, конечно, он хочет стабильности, но сейчас его просто понесло. как кобыл, и в щавель, да, так и его. Кобеля потащила. Очень сильно. Здесь мы видим королеву жезлов. Что с этим связано? С этим связано разбор полетов, острота характера, уравнитель здесь нужен. Вот так. Вот так. Кто-то нужен, чтобы все это еще и разрулил. Это может быть бывшая девочка, может быть, мы не знаем вашу ситуацию, есть у него сейчас кто-то или нет. Ох, ну тут вообще. И перекрыты пути, через эту даму пути перекрываются. Возможно, ваши отношения не угодно его родственникам. Еще, как дополнительный вариант. Нам здесь солнце показывает, что здесь идет безответственно, здесь лето красное пропеть. А дальше уныние, пресыщение. Дорогие, ну вот так сейчас показывают человека. Если у вас все хорошо и не так, мотайте просто на уши, кому-то поможете. Может быть, ваша приятельница сейчас в такой ситуации находится подруга. Кто-то из вашего близкого окружения. и вы чувствуете, что можете как-то помочь, убедившись, да, в своих ощущениях. Ну, исправлять никого, ничего не надо. Это просто как помощь, какая-то подсказка может прийти. И даже для вас, для самой. Хорошо, дорогие, но пока так, мы смотрим довольно-таки часто, что в уме, там, что в сердце, что с человеком происходит. Давайте сейчас посмотрим, что у него в голове по поводу вас. Ну, вы видите, сейчас он не видит каких-то перспектив. По сердцу что? Это когда уйти и не уйти. Уйти, чтобы остаться, да? Короче говоря, он сейчас там в каких-то сомнениях, в мутности находится. Может быть, и вы разошлись, или он только планирует это сделать, но ему и тяжело, он с двойным сердцем, и понятно, что какой-то нет счастья и радости. А в ногах дорога. У вас должна быть встреча, у вас еще есть шансы что-то переделать и просто, не просто перескочить, да? Здесь проработать надо. Вот то, что у вас. И дальше уже старое в прошлое оставить в прошлом и в старом. двигаться к новому. Дороги-то открываются, вам стоит рекомендация. А здесь не быть вот удобный, как раз-таки он ходит, где попало, бродит, приходит или приезжает, а вы кашу варите ему, да? С настиранными, с настиранным бельишком поджидаете его, причем, бельишком. Ну и все вот эти дела, да, когда нужна такая женщина, которая будет ждать, которая всегда на месте, которая будет еще и денежек подкидывать или не будет требовать от него. Ну, тут вот фигушки. Хотелось бы сказать, да? Ну, вот, как вы говорите, не знаю, пишите в комментариях. Дорогие, давайте еще сделаем совет, рекомендация просто на ситуацию загадывайте, на отношения, может быть, или просто человеке верить. Не верите сами себе. Задумайте три варианта. Совет, рекомендация. Дорогие, здесь как раз-таки очень много достигнуто. Здесь очень много работы. И за этой работой, за фасадом труда, трудолюбия, нет романтики. Здесь есть готовность и желание быть счастливым, счастливой, полюбить и прочее. А вам идет человек опять для дружбы. И вы хороший друг. Вы дружите. Может быть, это подготовительный этап перед чувствами, перед возрождением или вспыхиванием чувств. Здесь человек, с которым вы дружите, может стать вам любимым. Возможно. Давайте все-таки еще один аркан я достану. здесь научиться общаться, потому что кто-то из вас или каждый из вас отстаивает свое мнение, не впускает глубоко в сердце. Здесь очень много еще тайн и закрытых дверей. Возможно, вы в начале пути, возможно, вы и так друг друга не понимаете, сколько бы вы там времени не были вместе. Может быть, это еще притирка характеров. Но и по ситуации тоже, если она не связана с отношениями, сами смотрите, делаете выводы. Здесь не время, здесь все может быть красиво и прекрасно, здесь либо вы недоучились, недополученное образование, либо были хорошие перспективы по поводу карьеры и продвижения по карьерной лестнице. Также здесь все осталось на манипуляциях, каком-то подвохе, подставе, кого-то могли вместо вас засунуть, так и захотелось мне это сказать. Холодные выходки и прям что-то здесь прям препротивненько. Здесь спасет, разве что, знаете, дом, семья, родные люди. Это прежде всего. Все остальное, куда вы тратите энергию, это второстепенно, это не первично. Возможно, вы выбрали стабильность и семью, карьере, карьерному росту или ушли от человека, который вами манипулировал, потому что здесь уход в счастье, в семейной радости, в стабильность. Здесь можно, знаете, поругаться, или вы сейчас между молотом и наковальней. Ну, в общем, почувствуйте, и расскажите, как у вас. И я думаю, что вы сейчас прониклись, поймете, о чем речь, и вам будет понятно, поэтому поделитесь вашим мнением. Итак, третье, что здесь по ситуации идет? Здесь наша жрица, когда оказаться не у места, не у трона, не в нужный момент, не в нужное время, что-то сказать, что-то сделать не так. и всегда быть не вовремя. Вот такое свойство, да, или данный момент, данный вопрос, о чем вы спрашиваете, запрашиваете, ни время, ни место. И вот посмотрите, еще и аркан мир перевернутый, это тоже старший аркан. И сейчас я попробую спросить, а вам нужно что-то как-то или плыть по течению, или что-то делать, что здесь там показывают. Да, перевернутый. Нет стабильности. Нет стабильности, и то, о чем вы думаете, выводит вас из равновесия. Еще раз скажу, что ни к месту, ни ко двору ваш мир рушится потихоньку. И еще и стабильности нет. Что делать? Так, дорогие, третьи, у вас здесь большой ток энергии. Общение, конечно, нужно, но с теми, с кем вам приятно, это очень-таки близкие, родные люди. Особо ничего не ждать и не выстраивать себе воздушных замков. Особенно на месте, где нет почвы, где без почвы, но период сложный, а ток энергии идет и нет родственных душ, как бы показывают, поделиться даже не с кем. Ну, давайте еще. Голоды все перевернуты, они и влево, и вправо, и вверх, и вниз. Все перетасовано, да, ну, как попадает, так попадает. Здесь нет согласованности, здесь нет равновесия и нет энергообмена. Либо правильного, либо вообще нет. Вот о чем вы задаете вопрос. Ну, в общем-то, все хороши, все молодцы. Всем спасибо и до новых встреч, дорогие. Я думаю, что вам было все приятно, полезно, и вы всю информацию используете только во благо, ну, и лучшим, наивысшим образом. До новых встреч. Пока-пока. Быть добру и взаимности вам. Субтитры сделал DimaTorzok